Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дружочек идет 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 официальными мне выплатами и левыми тиражами далее было телевидение даже сейчас она идет по каналу там что-то здоровье и что касается ютуба я на нем 0 просто 0 со своими 1500 50 видео ответами просмотрами там каждому практически отвечать вот такие вот парадоксы бывают интересны казалось бы все карты моих руках козыри самые высокие что касается ютуба 0 0 нулевский ну что работаем дальше так сказать как говорится так сказать как говорится работаем дальше что интересно отметить вот мы идем вроде бы идем там прямо себе по-своему что-то там рассуждаем думаем так далее ну вот у нас есть биополе так вот смотрите он видите какой-то птенец я шел прямо его его почувствовал что вот он тут лежит волок проснулся ступи носа то есть реагируем своим биополем насколько она у нас мощная насколько мы проросли так сказать в пространство настолько мы становимся чувствительны и плюс естественно сказать вот так вот важно отключить наш обыденный ум а перейти на вот эту дальнюю радиостанцию которая которая будет заведует интуиции то есть интуиция не что иное как способность нашего биополя способность нашего ну будем говорить тонкого организма считывать разного рода информацию из окружающей среды вот насколько она может там добить насколько она может прорасти насколько могут дать эту информацию конкретному человеку и он туда почти по это сам почувствует это ну ты шел и не думал об этой иголюшке которую там сидит а засеки и вот так и точно и там какие-то монетки монетки чувствую металл буквально голова сама поворачивается вот такие интересные наблюдения за самим собой я думаю что то есть у каждого человека если он хоть 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 имеет долю какой-то разума говорить я уж не говорю о том если он этим делом увлечен вот так раньше мы там чувствовали опасность чувствовали добычу были следопытами так что проспал я прозевал свой утренний променад и заменил его на вечерний сейчас 17 часов 16 минут мне еще ходить где-то около часа ну вот булочки мы немножечко размялись стало получше а то беда даже не понимаешь как они могут болеть от сиденья ну вот солнышко клонится на запад а мы идем на восток не спеша отдыхая стал запахи различать лучше особенно это хорошо происходит на голоде там вот эти чувства обостряются особенно обоняния очень-очень хорошо травы пахнут медом действительно такой какой-то медовый запах запах такой как у меда из разнотравья хорошо а дома там какой-то какой-то типа стирального порошка не какой-то там средства для туалетов дезодорант такой резкий такой противный вот идем не спеша любуемся рассуждаем как бы сказать вот интересное чувство и степень слушай самого себя а через самого себя слушаешь природу что-то чё тут как тут есть это ощущение такое интересное вот как бы сказать ты растворен в окружающем пространстве и вот начинаешь его слышать начинаешь его чувствовать а он ведь дум природы и дверь уходит вот это как раз есть портал другой мир то есть помимо того что ты спускаешься туда как бы вниз такое впечатление где-то на тонком уровне получается что вот как раз он ты спускаешься в некое пространство так что есть опасные здание и проходы которые лучше не соваться не не знаю оборудовав ни листы в воду ну таки это дело мои очередные рассуждения размышления на тему духовного совершенства сразу если взять быка за рога то в основе этого процесса духовного совершенства лежит смирение то есть человек имеет огромное количество разного рода желаний потребностей все это куда-то его тянет удовлетворить их когда-то не удовлетворяется то человек делается бумарите раздражается что ему не удалось удовлетворить то или иное желание запускается куча процессов именно на основе разного рода желаний их удовлетворение и самого процесса что в результате этого получается удовлетворение или не удовлетворение то есть разочарование там злость мы вся такая гамма чувств естественно так как у нас силовая установка одна работает она на одном виде топлива а именно жизненной энергии то получается что эту жизненную энергию если у нас много желаний потребностей и прочих хотелок мы ее расходы а вот когда мы вот это все отсекаем все желания потребности наклонности то у нас получается какой-то энергетика нашей едино становится единая энергетика она более мощная ну естественно там на чем-то одном сосредоточена и для того чтобы как бы сказать вот этот процесс пошел существует разного рода инструменты то есть у меня огромное количество желаний огромное количество желаний большей частью они связаны с удовлетворением чувственных интересов допустим вкуса и вот тут то начинаем работать над вкусом как мы работаем над вкусом мы работаем с помощью поста пост строгий пост это голодание либо же вкушение пищи там как мы уже знаем это раз в день и небольшое количество либо как мы уже так нам преподнесли едим три раза когда просто нету там жиров белков а все остальное там присутствует вот то есть работаем над духовным совершенством с помощью голода поста голода то есть на голоде как раз ярко проявляется все вот эти вот наши желания светом то что мы как бы сказать принимаем в сознании своем различные мысли и их источники за само собой разумеющиеся на голоде становятся явными и как бы сказать чуждыми тебе то есть как бы посторонние вещи присутствуют ну что ты там ты уже там поголодал пора выходить что там такое уже все нормально там сколько там можно смотри тут жизнь мимо проходит и так и сяк вот то есть на голоде отлично все это проявляется голод мы с вами разобрали то есть пост во всех религиях во всех настоящих школах духовного совершенства это очень важный инструмент раз второй инструмент это это будем говорить это затвор скажем так затвор не обязательно что там они идут один за другим но тем не менее затвор то есть вот на почему затвор затвор подразумевает человек там сидит все в келье просто сидит а вот ему же хочется любому человеку все надоедает надоела комната хочется выйти выйти в люди себя показать на людей посмотреть как-то повеселиться там так-сяк какое-то зрелище там и прочее 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 то есть на на этом как бы сказать на этой подробности вот общение завязано очень много для духовного совершенства ненужных вещей вот нам все что-то хочется то туда то сюда то поехать то уехать то с тем повидаться то ну надоедает короче то есть затвор вот человек зашел в затвор и все и вот эти все свои значит как бы сказать наклонности желания он в затворе подчиняет подчинение идет в затворе этим да потом следующее ну так сказать это обед 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 ну так вот мовно то есть это обед молчание человек любит по любому поводу и без повода поговорить с другими сам собой и на этой на этой привычке также на человеке паразитируется огромное количество всевозможных ненужных таких образований разного рода некоторых это там лярвы и более серьезные вот то есть обед молчание и таким образом посмотрите что получается что и некоторые там монахи уходили вот как раз в затвор там на несколько лет такие бывали бывали там и десятки лет что мы обрубаем вот эти вот все наши желания через вкус через общение через говорливость и остаемся будем говорить наедине сами с собой и наедине естественно с тем кто нас создал с этими силами ну вот тогда-то начинаются какие-то реальные духовные подвижки а так когда мы там что-то там такое делаем среди народа и при этом говорим мы тут питаемся праной мы тут все такие-сякие и при этом значит хотим вести курсы кого-то там учить зарабатывать при этом деньги это уже не духовное это нечто иное совершенно противоположное там вот это я хотел бы сказать и для себя подчеркнуть поэтому смирение и вот когда человек поступает в монастырь вот тут его начинают как раз направлять на смирение на разного рода смирение для этого ему предлагают разного рода послушание чтобы как раз вот это вот смирение потихонечку воспитывалось просто надо там будет огород сажать надо там и болевать надо будет за ним ухаживать там допустим монастырский огород какой-то что-то там делать по уходу за монастырем а этого то делать особо не хочется тем более из одного день в другой из одного день в другой это из года в год и бывает так что из одного десятка лет в другой десяток лет и вот тут то тут то человек и понимает насколько у него сильны как бы сказать его враги живущие в его сознании позволят они ему смириться либо же можно так сказать не позволят а именно склонят ли они его на свою сторону или он все-таки будет гораздо сильнее их и их удалит от себя вот как интересно поставлен вопрос и далее первая часть это будет послушание послушание там монастыре или так послушание далее уже более серьезные вещи начнутся это уже и умеренность там в питании то есть разной градации поста от такого легкого это такая пища растительная до голодания наконец-таки вот одно дело сидеть в монастыре так сказать ходить тут ухаживать как никак ты еще общаешься и другое дело сидеть в затворе третье дело это говорить общаться там либо же ты не говоришь и далее интересная вещь идет насчет обета молчания одно дело обет молчания ты не говоришь слова но мыслительный процесс у тебя идет и ты можешь вот как Серафим Саровский говорил вроде бы я так стал людей понимать и в открытую там не ругался но про себя у меня там все кипело разные словечки были в их адрес то есть можно вида не подавать а внутри у человека там котел бурлит так вот далее идет это подчинение уже умственного своего потока умственных этих всех рассуждений мыслей которые так сказать вроде бы слова прекратились а мысли это как это как были так и есть и вот эти приведение этих мыслей что Гулюшка слетела она тут наверное кушает тютинку на тютинке питается ну что ж очень хорошо углеводы подклевала сладко легко и просто видите одна и все нормально так вот вот этот мыслительный процесс мыслительный процесс подчиняется с помощью молитвы то есть человек воспроизводит какую-то определенную молитву про себя то есть их может быть много но где-то для где-то для этого самого для вот таких целей подходит какая-то краткая молитва ну например Иисусова там она может вообще быть Господи помилуй или Господи Иисусе Христе вот и вот это вот раз как только появляются какие-то мысли которые будем говорить человека направляет то есть мысль это острие как копье направление потока куда она и туда дальше вы и плюс она еще притягивает к себе нечто подобное вот вы его направляете на одну и ту же точку про себя значит вот эту молитву и потихонечку все эти значит шальные мысли и вы их тоже почувствуете что вроде как мысль вроде как ваша мысль а на самом деле нет это чуждое постороннее и как вот на ютубе самое интересное да невольно происходит конкуренция между блоггерами между каналами за своих подписчиков будут ли они там к вам придут или не к вам придут так вот вот эти вот мысли они склонят ли вас они на свою сторону и скажут да бросай-ка ты всю эту камеру пойдем там покупаемся поедем пивка попьем ну и дальше там побузим вот это жизнь вот это по нашим вот этот ходишь топчешь нафиг асфальт жарист на солнце то есть какая мысль тебя склонит мысли источник мысли важно определить это чужеродное образование которое бывает так сказать вот типа грибка микроба там живет в вашем организме и посасывает его там вот насколько вы поддадитесь этому станете ли вы действительно хозяином своим мыслям и отберете те которые вам нужны те которые вас допустим приведут ну если духовное совершенство именно к совершенству либо же ли они вас обманут и окульными путями окутав так сказать сетями разными так называемые интересно есть такое название этому процессу соблазнят вас прелестью своей прелестью пленят прелестью пленят плен прелесть некими красотами некими такими интересными вещами вот и к себе только хоп и вы там будете дальше работать на них вот это интересные вещи да вечерняя прогулка у нас идет и мы так сказать с вами беседуем на такую тему о которой вообще я не думал рассказывать по крайней мере сегодня ну вот примерно то основное что надо знать о пути духовного совершенства то есть это как правило отсутствие семьи есть конечно редкие исключения но они потом все равно расходятся то есть на каком-то этапе семьи возможно для решения каких-то задач а дальше опять идет индивидуальный путь вот вот поэтому раньше если человек ушел в монахи то это все он уже он уже для мира мирского исчез все ну вот будем говорить насколько я был готов развернуть эту тему настолько я и сделаю что-то другое будет накопится на основании опыта на основании всего там такого изложится а пока остается пройти вот этот кружочек и ходьба будет выполнена вороны ходят вороненок с вороном обучает с смотришь на поверхность вот эти травки стебель травы это как энергетическая жила идущая то есть не все так просто думаем да стебель себе растет он как раз растет по такой вот энергетической жиле дерево растет здесь еще более мощный выход энергии и раньше дом ставили на месте срубленного большого дерева допустим дуба там ну такого могучего не просто дом ставили на этом месте а где был допустим это дерево на это место ставили кровать то есть чтобы человек отдыхая во сне подпитывался вот этот вот потоком который раньше шел через дерево то есть можно действительно а как обнаружить вот тут есть выход энергии или нет выхода энергии ну смотрите вот этот куст он вырос из пенька и вроде мы думаем что это дерево растет нет это могучий выход энергии вон он пенек как раз видите весь оброс то есть вот на это место поставить кроватку далее сделать дом здесь и будет место было приятно для проживания для отдыха вот так вот раньше наши предки как-то всем этим делом владели не просто так там а построим в каком-нибудь гибельном месте в микроюн да и фиг с ним пора пускай там люди живут вот такие такие то такие то наблюдения кстати мне к этим наблюдениям вот я сейчас все читаю эти дни там что представляет 1 июня 2 июня 3 июля будет 4 июля августа и так далее так далее вот там народная мудрость нет нет интересные такие тексты которых заключен очень такой глубокий смысл важно быть готовым его воспринять некоторых случаях он может восприниматься как сказка а у других как руководство к действию вот так вот 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 то же самое можно сказать и о реке река так как все-таки такая артерия жизни почему желательно поселиться возле реки ручья более благоприятное место нежели там где воды нет да столько мудрости столько знаний накоплено и все это свелось к тому смотрите раньше не было телефона у человека как бы сказать вот ну примерно как я мог рассуждать там с собой наблюдать природу а сейчас получился этот телефончик он включил какой-то там песню включил какой-то видосик и все он оторвался от окружающего ну вот это как бы сказать гаджеты гаджеты они что же требует своего внимания они имеют какой-то общий энергетический энергетический эгрегор и им важно важно наше внимание привлечь завоевать и грубо говоря наше внимание это энергия и туда только в этот в этот эгрегор какой-то там хорошо процветает все нормально давай тут вышки ставим гаджеты продаем и все там такое вот еще одна ведь и мысли пришла такая интересная благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч